Итак, дорогие друзья, сегодня я вам хочу рассказать о топ-10 причин, когда ваш айфон показывает все признаки того, что есть вирус. Но хочу предупредить, это маловероятно, но все-таки же сотая процента это возможно какой-то спам или какие-то еще признаки. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Express. Так, друзья, смотрите, какие могут быть причины. Я нашел топ-10 причин, которые явно проявляются. Быстрый разряд батареи, чем обычно это у вас происходило. Вот вы не обновлялись там, не ставили какие-то там обновления, неважно. То есть конкретно у вас просто в обычных задачах без нагрузок стал подражаться быстро телефон. Это первая причина. Вторая причина это шумы при телефонных разговорах. То есть есть там обычные шумы, щелчки. Это может быть и прослушка, но это тоже маловероятно, поэтому обратите внимание, что из-за этого также может быть. Исходящие звонки или отправленные сообщения, которые вы не делали. Тоже могут быть сторонние какие-то источники, кто-то установил какое-то приложение и управляет удаленно вашим телефоном. Вторая реклама в приложениях. Какая-то реклама, которая раньше у вас не скакала, допустим, в каком-либо приложении. То есть это тоже является каким-то звоночком. Приложения, которые вы вообще не скачивали, появились у вас на вашем устройстве. То есть это может быть сторонний источник, конкретно человек удаленно что-то проделывать с вашим телефоном, то, что я выше уже перечислил. Просто работает медленнее обычного. Фризит, какие-то баги, какие-то зависания, произвольное выключение, произвольные перезагрузки, час чаще, чем обычного. Или вообще у меня, допустим, никогда не было на моем iPhone 12, на 10 раз, возможно, было на 7-ке, там раз. На это, скорее всего, из-за ИС, обратите внимание. Трафик сотовых данных используется больше обычного. Также обратите внимание, если вы там сидите чисто в Инстаграме, в Ютубе или вообще не сидели, а у вас там какой-то трафик уже превысился, лимиты ставьте, проверяйте, как бы тоже можете проверить. Мобильный счет точно так же расходуется больше обычного. Точно так же это могут вмешиваться сторонние какие-то приложения и так далее, и так далее. Обращайте также на это внимание. Летают программы. В основном бывает там Ютубчик, Инстаграм вылетает. Если у вас вылетают еще какие-то программы, это также может быть звоночек. Но есть самые, это те топ-10 причин, которые я назвал. Обратите внимание, контролируйте ваше устройство. Но есть еще такое понятие, как в календаре у вас выкидывают спам. То есть такое тоже есть. Это не считается вирусом. Это как бы в основном спам. Поэтому, чтобы его устранить, нужно. Переходим в календарь. Нам нужен раздел календари. И вот у нас касается вот этот подпун. Здесь будут какие-то события, events. И нам нужно будет на него нажать. То есть мы нажимаем и внизу будет такое понятие, как очистить, удалить, отключить. И больше этого спама вы не увидите. Все просто. Вот и все, друзья. Чтобы избавиться от того, что я вам перечислил для стоп-10 причин, вам нужно будет просто сбросить настройки под заводские. Через iCloud вы это можете сделать на телефоне. Просто сделайте резервную копию. Зайдите в настройки, сброс настройки, стереть контент и настройки. Это все просто. Как обычно это делается. Через iTunes вам нужно будет просто подключить ваше устройство к ПК. Открыть iTunes. Он сделает автоматически резервную копию. Жмите восстановить. Скачивайте текущую версию iOS. Накатывайте, восстанавливайтесь. И это должно почистить ваше устройство. Вот и все решение. Поэтому не стоит переживать. Не паникуйте. Все решаемо. Чтобы быть в курсе новых видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Прожимайте колокольчик. Скоро увидимся.